Субтитры создавал DimaTorzok Хвала Аллаху Господу миров, да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. А затем, этот хадис, который привел Ат-Табарани и другие, от Убада ибн Саммита, довольство Аллаха над ним, в нем содержится утверждение у Аллаха сифата «Присутствие». Причист он и возвышен. И судя по всему, а Аллах знает лучше, присутствие, упоминаемое в этом хадисе, это общее присутствие. Об этом сифате мы уже говорили ранее. Как вы видите, шейх классифицировал этот хадис как «Хасан». После рассмотрения этого хадиса видно, что в его иснаде есть Нуаим Ибн Хаммад Аль-Хуза'и. И несмотря на то, что он был в великим и твердом сунне, хадисы, переданные им, являются слабыми, да смилуется над ним Аллах. И поэтому более правильным «А Аллах знает лучше» является то, что в утвержденности этого хадиса есть сомнения. В некоторых других копиях Аль-Хуза'и нет данного хадиса. В некоторых других копиях Аль-Хуза'и есть копии, которые были зачитаны шейху Ислама, и в них нет этого хадиса «А Аллах знает лучше». Но может быть, что шейх отошел от утверждения этого хадиса в данной книге. В большинстве копий этой книги этот хадис содержится, но в этой копии этого хадиса нет. Быть может, что шейх отказался от него, а быть может, он нашел другие пути, которые делают этот хадис «Хасан» о знании у Аллаха Аззаваджаль. Читай дальше. Автор «Да смилуется над ним Аллах» сказал, и его слова «Когда кто-либо из вас становится на молитву, то Аллах перед его лицом. Поэтому пусть не плюет перед собой или на правую сторону от себя, а пусть делает это на левую сторону или под свою ногу». Приводится в обоих сахихах. В этом хадисе содержится утверждение возвышенности Аллаха Аззаваджаль и его охвата. И это то, на что следует обратить внимание, о, братья, поскольку оба этих сафата утверждены. Возвышенность Аллаха Аззаваджаль и его охват. Он возвышен над всем и охватывает все. Поэтому, когда раб совершает молитву, то Аллах Аззаваджаль перед его лицом. Это означает, что он бывает перед ним, причист он и возвышен. Например, слова «эта вещь» или «такой-то человек перед моим лицом» означают, что этот человек перед ним. Аллах Аззаваджаль бывает перед молящимся. Это действие, которое Аллах Аззаваджаль, причист он и возвышен, совершает, если пожелает. У ученых Ахлю Сунна нет сомнений в том, что этот хадис принимается. По истине Аллах, причист он и возвышен, вместе с тем, что он возвышен над своими творениями, он бывает перед лицом молящегося, когда тот совершает молитву. И нет ни противоречий, ни расхождений между этими двумя вещами. И если нам известно, что среди творений может быть такое, которое находится выше другого творения и в то же время находится перед ним без каких-либо противоречий, тогда как такое не может быть применимо к Аллаху Аззаваджаль? Велик он и славен. Во время восхода или захода солнца ты можешь стать перед солнцем, разве не так, хотя солнце находится выше тебя, находится над тобой. Но несмотря на это, оба этих явления существуют вместе. Вместе сосуществует нахождение перед лицом и возвышенность, без несоответствия. Если такое возможно в отношении творения, то что мешает этому в отношении творца, причист он и возвышен? Суть этого хадиса в том, что Аллах, причист он и возвышен, над своими творениями. И вместе с тем, когда раб совершает молитву, то он, причист он и возвышен, бывает перед ним. Этот хадис учит нас соблюдать этикет с Аллахом, причист он и возвышен, и возвеличивать его. Когда ты совершаешь молитву, о раб Аллаха, Аллах перед тобой. И подобает ли тебе выплевывать в сторону Иблы, когда Аллах, аззаваджаль, перед тобой. Ты не сделаешь подобное, когда перед тобой такой же человек, как и ты, который имеет достоинство и почет перед тобой, как, например, твой отец или другой почитаемый человек. Ты не сделаешь это, ты не будешь выплевывать перед ним. А Аллах, аззаваджаль, более достоин возвеличивания и соблюдения к нему адаба, причист он и возвышен. Это очень порицаемое действие, которое нельзя совершать. Делать это будет только глупец. Тот, кто плюется перед собой в то время, когда Аллах перед ним. То, несомненно, это дурной адаб и порицаемое действие, которое нельзя совершать. Также, рабу не разрешено выплевывать справа от себя. Но причина этого запрета, возможно, разная. Перед собой запрещено плеваться, потому что Аллах перед ним. Но также не следует выплевывать справа от себя. Причина этого та, которая приводится в версии Аль-Бухари. Поистине, справа от него находится ангел. Следовательно, это соблюдение адаба с ангелом. Ангелы Аллаха, причист он и возвышен, достойны того, чтобы к ним проявляли почтение и адаб. У Ибн Абу Шейбы приводится, со слов Хузейфы, довольство Аллаха над ним, справа от него находятся записывающие благие деяния. Как вам известно, ученые единогласны в том, что Аллах, аз-за-ваджаль, представил каждому человека двух ангелов. Одного справа, а второго слева от него, который записывает его деяния. И что тот, который справа, записывает благие дела. И что тот, который слева, записывает плохие поступки. Как сказано в Коране, двое ангелов сидят справа и слева, записывают деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. В качестве проявления уважения к ангелу, который записывает деяния справа от тебя, также не следует выплевывать справа от себя. А означает ли это, что слева нет ангела, записывающего плохие поступки? Судя по всему, Аллах знает лучшее. То, что сказали ученые относительно этого, является правильным. Они сказали, быть может, что ангел, записывающий грехи, не находится слева от человека во время молитвы. Может быть, он переходит в другое место, а Аллах, причист он и возвышен, знает лучше. Потому что ангел, записывающий грехи, тоже достоин почтения. Но вместе с тем, Пророк, мир ему и благословение Аллаха говорит, а пусть делает это в левую сторону. Поэтому тебе дозволено выплевывать в левую сторону и под свои ноги. У тебя есть выбор между этими двумя вариантами. Если случилось так, что ты должен выплюнуть, то у тебя есть три варианта. Все они пришли в сунне. Две из них пришли в данном хадисе, влево или под ногу. Или человек выплевывает свою одежду, затем растирает ее, то есть берет край своей одежды и выплевывает туда. Посмотрите, как ислам уделяет внимание адабу и деликатности. Следует растереть ее, чтобы это не было видно. Так, чтобы это не было видно. Так, чтобы людям это не было противно. Следует скрыть это, сложив одежду, и проблема решена. А позже, когда ты окажешься дома, ты можешь помыть это место. Суть в том, что у человека есть три варианта. Но я не думаю, что кто-либо из ученых разрешит выплевывать влево или под ногу в подобных мечетях, где постелены ковры. Я не думаю, что кто-либо из ученых, у которого есть хоть немного понимания, скажет это. Представь, если бы людям сказали, выплевывайте влево или под свои ноги в этих устланных коврами мечетях. Какими бы они стали? Поэтому в некоторых хадисах пришло то, что разъясняет этот вопрос. Что следует выплевывать под ноги, если пол мечети состоит из мелких камней, песка или земли. Потому что пришло от пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал. Это пришло в двух сахихах. Он сказал, плевок в мечети – это грех, искупить который можно, зарыв слюну. Как зарыть слюну? Это можно сделать только, если пол мечети состоит из мелких камней, песка и тому подобного. И у нас остается один вариант. А именно, если человек вынужден выплюнуть, он делает это в край своей одежды или в носовой платок. И хвала Аллаху. Некоторые вывели из этого хадиса, но также и из других запрет плеваться в сторону Иблы вообще, будь то во время молитвы или вне молитвы. В числе этих ученых Ан-Навуи, также Ас-Сан-Ани, да смилуется Всевышний Аллах над ними обоими в качестве проявления почета к Ибле. Поэтому наиболее безопасно не плеваться в сторону Иблы в качестве почтения к ней. А Аллах, аз-за-ваджаль, знает лучше. Читай дальше. Автор «Да смилуется над ним» Аллах сказал. Его слова, мир ему и благословение Аллаха. О Аллах, Господь, Семей, Небес и Земли и Господь Великого Трона. «Наш Господь и Господь всего, Ты раскрывающий зерно и косточку, неспославший Тору, Инджиль и Фуркан, прибегая к Твоей защите от зла любых животных, которых Ты держишь за хохол. Ты первый и не было ничего до Тебя, Ты последний и не будет ничего после Тебя. Ты высочайший и нет ничего над Тобой, и Ты ближайший и нет ничего ближе Тебя. Верни за меня долги и избавь меня от бедности». Привел муслим. Этот хадис, который привел имам Муслим в своем сахих, автор привел его хадис о знании у Аллаха для разъяснения аята, который приводился в этой книге ранее. Это слова Аллаха «Он первый и последний, высочайший и ближайший». Это тафсир от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, словам «Он первый и последний, высочайший и ближайший». Это то, о чем мы уже говорили, о знании у Аллаха, аз-за-ваджаль. Читай дальше. Автор «Да смилуется над ним Аллах» сказал, и слова сказаны им, когда его сподвижники начали произносить зикар громким голосом. «О, люди, пожалейте себя, ведь взывайте вы не к глухому и не к отсутствующему. Поистине он с вами, и он слышащий, близкий. Поистине тот, кому вы взываете, ближе к любому из вас, чем шея его верхового животного». Этот хадис, который приводится в обоих сахихах, в нем содержится утверждение сифатов, слух, зрение, близость и присутствие. Сколько сифатов? Четыре сифата. А в версии, которая представлена нам, содержится утверждение двух сифатов. Слух и близость. В некоторых других риваятах данного хадиса, находящихся в обоих сахихах, он сказал, слышащий, близкий, и он с вами, слышащий, видящий. И таким образом, если собрать все риваяты этого хадиса, получается, что в нем содержится четыре сифата. Из них нам осталось поговорить о сифате «близость», потому что сифаты «слух», «зрение» и «присутствие» мы уже проходили. Сейчас нам осталось поговорить про такой сифат Аллаха, причисленный и возвышен, как «близость». Чуть позднее автор будет говорить про сифат «близость», «аль-курб», но я вкратце приведу вам слова Аглю Суннау Аль-Джама'а об этом сифате. Говорят, что тот, кто рассматривает доказательства, которые приходят в отношении этой темы, выясняет, что упоминаемая в них «близость» приходит в двух видах. Близость раба к своему Господу и близость Господа к своему рабу. Какие два вида близости приходят в этих доказательствах? Близость раба к своему Господу и близость Господа к своему рабу. И эти две вещи взаимосвязаны. Когда раб приближается к своему Господу, то и Господь, Аз-Забаджаль, обязательно становится ближе к нему. И когда Господь приближается к своему рабу, то и раб становится ближе к нему. Ведь когда один приближается к другому, то и второй становится ближе к первому. Это довольно очевидный и ясный факт. Но что касается близости раба к Господу, то в священных текстах она приходит в двух видах. Близость своей душой и близость своей сущностью. Какие это два вида? Близость своей душой и близость своей сущностью. Что касается близости своей душой, то упоминание этого приходит в таких словах нашего пророка, мир ему и благословения Аллаха, так как ближе всего раб Аллаха к своему Господу в тот момент, когда он находится в земном поклоне. И этот хадис находится в сахих. Это близость раба к своему Господу, своей душой и своим сердцем. И праведный, верующий и богобоязненный человек чувствует в этот момент в своей душе, что он становится ближе к Аллаху, причист он и возвышен. А что касается близости своей сущностью, то у этого есть множество свидетельств. К этому числу относится и близость ангелов, которых Аллах, причист он и возвышен, приблизил к себе. Как сказал Всевышний, неприближенные ангелы. Приближенные к чему? К Аллаху, причист он и возвышен. И нет сомнений в том, что носители Аль-Арша ближе к Аллаху, причист он и возвышен, чем те ангелы, которые находятся на седьмом небе, на шестом небе и на первом небе. Разве не так? К этому числу относится и близость нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, к своему Господу, когда он был вознесен на небеса. В тот момент он стал ближе к Аллаху, аззаваджаль. Несомненно, в этот момент он был ближе к Аллаху, аззаваджаль, чем во время его пребывания на земле. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был вознесен на небо своим телом и своей душой, мир ему и благословение Аллаха. И тогда он стал ближе к Аллаху, аз-за-ваджал. Этому также свидетельствует сообщение, утвержденное в обоих цахихах. Слова Аллаха, причист он и возвышен. В хадисе Аль-Одси «Если раб приблизится ко мне на пять, я приближусь к нему на локоть». Все это указывает на близость раба к своему Господу, причист он и возвышен своей сущностью. Аллах приближает своего раба к себе, если сам пожелает. Ибнуль Мубарак, да смилуется над ним Аллах, сказал по этому поводу. «Тот, кто забрался наверх минарета, ближе к Аллаху, аз-за-ваджал, чем тот, кто находится под ней». То есть, если человек поднимется наверхушку минарета, то он будет ближе к Аллаху. «Потому что Аллах, причист он и возвышен наверху». Это что касается близости раба к своему Господу. Теперь мы переходим ко второму виду, а именно близость Господа, причист он к своему рабу. Это пришло в священных текстах двух видах. Близость Аллаха, аз-за-ваджал, к рабам своими сифатами. А второй вид – это близость Аллаха, аз-за-ваджал, к рабам своей сущностью. Какие это два вида, о братья? Близость Аллаха, аз-за-ваджал, к своим рабам своими сифатами. И его близость своей сущностью. Близость Аллаха, аз-за-ваджал, к рабам своими сифатами. Причист он и возвышен. Близок к тому, кто взывает к нему, своим ответом на его мольбу И близок к тому, кто поклоняется ему, своим вознаграждением ему На этот вид близости указывают некоторое количество доказательств Которые достоверно утверждены от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха Эта близость является особой близостью Но также есть и другой вид близости, общая близость Это близость Аллаха, причист он и возвышен к рабам Своим знанием, своей силой, своим охватом, причист он и возвышен И другими сафатами, которые входят в значение господства Аллаха, аззаваджаль Итак, у нас получилось два вида близости с сафатами Особая близость и общая близость Что касается особой близости, то этому свидетельствует данный хадис, который перед нами А именно слова пророка, мир ему и благословения Аллаха Поистине тот, кому вы взываете ближе к любому из вас, чем шея его верхового животного Эта фраза приводится только у муслима Ее нет в Сахих Аль-Бухари, то есть фраза «Он ближе к любому из вас, чем шея его верхового животного» Суть этого хадиса в том, что Аллах, причист он и возвышен, когда его раб взывает к нему И когда его раб поминает его, он бывает близок к нему, причист он и возвышен Ответом на его дуа и вознаграждением за его поминание Поэтому вы можете увидеть, что в этом месте утверждено присутствие Поистине тот, кому вы взываете, слышащий, близкий он с вами Это особое присутствие, которое требует от Аллаха вознаграждения, заботы и так далее Из этого вытекает, что близость, упоминаемая здесь, это близость какая? Особая близость, не близость сущностью, а близость его сифатов Ведь Аллах, аззаваджаль, возвышен над всем и вознесся над своим троном Они находятся на земле, среди его творений Аллах превыше всего этого Это его особая близость своими сифатами А что касается его общей близости своими сифатами То на него указывают слова Аллаха, причист он и возвышен в отношении того Нет, нет Да, как начинается этот аят? Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа Мы ближе к нему, чем яремная вена Близость, упоминаемая здесь, это близость Аллаха, аззаваджаль, своим знанием, своей силой, своим слухом, зрением и другими сифатами Это именно то, как большинство саляфов поняли этот аят Как приводится это от группы саляфов, таких как Умар ибн Абдул-Азиз, Марик ибн Анас, Суфиан Ас-Саури, Имам Ахмад, Исхак Многие другие праведные предшественники досмилуются над ними Аллах При толковании этого аята все они делали заключение о том, что Аллах, аззаваджаль, близок к этому человеку, который при смерти, своим знанием, своим охватом и своей силой, причист он и возвышен И какая это близость? Общая близость Аллаха своими сифатами Аллах, причист он и возвышен, близок к любому умирающему именно этой близостью Среди ученых есть те, которые оспорили это и посчитали, что этот аят вообще не относится к аятам сифатов А упоминаемая здесь близость Аллаха, причист он и возвышен, это его близость посредством его ангелов Тот, кто приближается к умирающему, это ангелы, которые Аллах, причист он и возвышен, уполномочил забрать его душу В Коране сказано, наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений Существует ангел, которого Аллах уполномочил забирать души Это ангел смерти, и у него есть помощники из числа ангелов И именно они подразумеваются в этом аяте И эти ученые сказали, что эти слова похожи на те, которые обычно говорят люди Например, когда правитель говорит, мы построили то-то Он подразумевает свое войско, своих приближенных и тому подобное К этому мнению склонился и шейху-ль-Ислам ибн-Таймия, да смилуется над ним Аллах и его ученик ибн-ль-Айим И группа других ученых Однако наиболее очевидным, а Аллах знает лучше, является первое мнение Это то, на чем большинство саляфов Если ты посмотришь на их слова в толковании этого аята Это близость Аллаха, причист он и возвышен своими сифатами Общая близость Второй вид – это близость Аллаха, причист он и возвышен своей сущностью Это то, в чем произошло разногласие между ахлю сунна валь-джама'а и муаттилитами джахмитами Которые отрицают действия Аллаха, причист он и возвышен Эта близость относится к числу сифатов действий, таких как нисхождение, явление, приход, приближение и другие подобные сифаты Аллах, аз-за-ваджаль, не сходит, если пожелает Аллах, аз-за-ваджаль, является, если пожелает Аллах, аз-за-ваджаль, становится ближе к тому, кому он пожелает И если пожелает, нет никого, кто может осудить его решение, причист он Поэтому Аллах, аз-за-ваджаль, становится ближе, если пожелает, кому пожелает И указывает на это предыдущий хадис Кто приблизится ко мне на пять, тому я приближусь на локоть Это близость Аллаха, причист он и возвышен, которую он совершает, если пожелает К этому относятся и все доказательства нисхождения Каждый далиль, доказывающий нисхождение, является далилем на близость в этом значении Это является далилем на то, что Аллах становится ближе в этом значении Когда Аллах, аз-за-ваджаль, не сходит на ближнее небо, например Или не сходит на ближнее небо в день Арафа Или когда он снизойдет в день суда, чтобы провести расчет между своими рабами Все это становление Аллах, причист он и возвышен, ближе к своим рабам Также и доказательство приближения Все, что пришло об этом, является также и доказательством близости сущности Это близость сущности Аллаха, причист он и возвышен Никто не отрицает это, и никто не противится этому Кроме больного пороками тамфиля и таатыля А обладатели здоровых и чистых сердец, те, которые берут с ниши откровения с покорностью, следованием и повиновением То для них это не вызывает затруднений Поскольку положение этих сифатов подобно положению остальных сифатов Подобно тому, как его зрение, слух, речь подобает ему Точно так же его нисхождение, явление, приход и близость Аллах делает, что пожелает Поэтому, когда тот же Ахмид сказал Я не верую в Господа, который нисходит с одного неба на другое Что на это ответил Исхак? Я уверовал в Господа, который делает, что пожелает Аллах делает, что пожелает Если он желает стать ближе, что может преградить ему это? Аллах причист от всего этого Суть в том, что Ахлю Сунна Вальджама'а утверждают близость сущности И на это указывает одно из имен Всевышнего Аль-Куриб, близкий Какое имя Всевышнего? Имя Всевышнего Аль-Куриб, близкий Воистину, мой Господь близкий, отзывчивый Поэтому Аллах, причист он и возвышен, близкий Аллах, аззаваджаль, отзывчивый Он становится ближе, если пожелает Кому он пожелает Но вместе с тем, даже если Аллах становится ближе, кому пожелает Он не перестает быть возвышенным Он возвышен, даже если приближается Он возвышен, даже если становится ближе Причист он и возвышен. Каким образом это происходит? Это запрещенный вопрос. Каким образом, неизвестно. А спрашивать про это беда, а знания у Аллаха, аз-за-ваджаль. Читай дальше. Автор да смелости над ним Аллах сказал, его слова, поистине вы увидите вашего Господа воочию, как видите эту луну, и ничто не помешает вам увидеть его. Если сможете не пропускать намазы до восхода и до заката солнца, не пропускайте их. Приводится в обоих сахиха. Этот хадис, достоверный от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Напротив, это один из самых достоверных хадисов на земле. Как говорит шейху-ль-Ислам, он приведен от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, через самые достоверные иснады. В нем содержится доказательство возможности лицезрения Аллаха, причист он и возвышен. Как вам известно, в этом хадисе содержится уподобление процесса одного лицезрения другому, а не уподобление одного объекта лицезрения другому. Положение Аллаха намного велико, чтобы его уподоблять или сравнивать с чем-либо из его творений. Смысл этого хадиса в том, что, подобно тому, как вы видите луну в ночь полнолуния, а в другом риваяте, подобно тому, как вы видите солнце, не закрытое облаками. Все это в обоих сахихах. Суть в том, что это ясное лицезрение, легкое. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Ля тадоамуна фиру ятих». Ты можешь сказать «Ля тадоамун». Ты также можешь сказать «Ля тадоамун». Без удвоения или с удвоением оба варианта пришли в хадисе. «Тадоамуна» от слова «доймун». Это трудность и усталость. Это означает видеть солнце или луну легко, без усилий. Ясно? Или «Ля тадоамун». То есть смотреть на них, не прижимаясь друг к другу и не создавая столпотворения и трудности. Или «не прижимаясь друг к другу, как люди, которые хотят разглядеть что-то тонкое на небе, подобно молодой луне». А что касается лицезрения Аллаха, причист он и возвышен, то это ясное лицезрение, подобно тому, как люди видят луну в ночь полнолуния. Или как видит солнце, не закрытое облаками. Следовательно, в этом хадисе содержится доказательство возможности лицезрения Аллаха, причист он и возвышен. И что лицезрение Аллаха будет на стороне верха, его рабы увидят его тогда, когда он возвышен над ними. Причист он и возвышен. Читай дальше. Автор «Досмилуется над ним Аллах» сказал, и другие подобные хадисы, в которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывает о своем Господе то, что он рассказывает. Поистине спасшаяся группа, ахлю сунна валь-джама'а, верят в это, так же, как веруют и в то, о чем сообщил Аллах в своей книге, без изменений смысла и отрицания, без предавания образа и уподобления. Автор «Досмилуется над ним Аллах» повторно упоминает то, что ранее уже было разъяснено. И действительно, эта тема достойна повторного упоминания. И эта тема достойна подкрепления. Это вопросы о Боге. Это очень значимая тема. О раб Аллаха! Аллах, аззаваджаль, любит, чтобы ты познавал его через его сифаты. Сколько в книге Аллаха велений обрести эти знания? В ней есть веление узнать, что он описывается таким-то и таким-то сифатом. Причист он и возвышен. Знайте, что Аллах суров в наказании, и что Аллах прощающий и милующий. И знайте, что Аллах с богобоязненными. Слово «знайте» — это повелительный глагол, а повеление говорит об обязательности. Если Аллах, аззаваджаль, приказал тебе что-то, то знай, что Он любит это. И любит, когда ты выполняешь это. Поэтому это великая тема. Это одно из великих мудростей, ради которых была сотворена эта вселенная. Чтобы мы познали Аллаха, аззаваджаль, через его сифаты, нельзя пренебрегать этим вопросом. Аллах — тот, кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление не сходит между ними. Для чего? Чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь, и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. Эти небеса и эта земля перед словом «знать» есть харф «лям», который выполняет функцию объяснения причины. Лита аляму — чтобы вы знали. И разве можно пренебречь подобным вопросом? Чтобы мы знали, что Аллах способен на всякую вещь, и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. «Создана эта вселенная». Следовательно, этот вопрос — это очень значимый вопрос. Не следует пренебрегать им. Аллах, аззаваджаль, не ниспослал эти множество аятов в своей книге, в которых содержится упоминание его сифатов, для забавы. Нет, клянусь Аллахом, он ниспослал их для того, чтобы мы размышляли над ними, и уверовали в то, на что они указывают, и чтобы это оказало влияние на нас. Влияние этого знания — это поклонение Аллаху, причист он и возвышен, исповедание таухида, поклонение сердцем, частями тела и языком. Это великие цели, которые важнее любых других вещей. Важнее всего в твоей жизни — это познание тобой твоего Господа, в его именах и сифатах. Если ты получил это знание и познал это, у Аллахи ты ничего не упустил. Все, что ты упустишь после этого, является ничтожным. Но если ты упустишь знание об Аллахе, то что ты соберешь в своей жизни? Что ты узнаешь? Если ты не знаешь своего Господа, скажи мне, что тогда знаешь? К великому сожалению, многие из мусульман сегодня, может быть, знают много разных вещей, касающиеся этой мирской жизни. Но если ты спросишь их о сифатах Аллаха, аззаваджаль, и их значениях, задумывались ли они про эти сифаты и размышляли ли они про них? Может быть, они читают книгу Аллаха, но не задумываются и не размышляют, как будто этот Коран испослан только для того, чтобы мы его читали. А мы сидим, закрыв наши уши руками, закрыв наши сердца, не задумываемся и не размышляем и не думаем. Причист Всевышний Аллах, наше положение у Аллахи плачевное. Если бы сердца были здоровы, полны любви к Аллаху, надежды на Него, Его возвеличивания и страха перед Ним, то положение было бы совсем другим. Однако мы жалуемся только Аллаху. Аллаху мустаан. Суть в том, что ахлю сунна валь-джама'а не мешкают в принятии хадисов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Их отношение к хадисам такое же, как их отношение к книге Аллаха, аззаваджаль. Читай дальше. Глава о том, что ахлю сунна занимает серединное положение среди этих групп. Они являются серединными среди всех групп этой уммы. Подобно тому, что эта умма является серединной среди остальных общин. Подожди, эти слова входят в текст копии. Эти слова находятся между скобками. Шейх. Судя по всему, Аллах знает лучше. Главу так оформил редактор, да окажет Аллах ему содействие. Они являются серединной среди всех групп этой уммы. Подобно тому, что эта умма является серединной среди остальных общин. Так они и занимают положение середины в отношении вопроса сэфатов Аллаха между та'тылем джагмитов и тамсилем мушаббегитов. Ахлю сунна – это группа, придерживающаяся среди остальных групп этой уммы. Так же, как эта умма является придерживающейся серединной среди остальных общин. Мы сделали вас общиной, придерживающейся серединной. Причиной того, что ахлю сунна придерживается серединной, состоит во многих вещах, важнейшими из которых являются два. Первое – это то, что ахлю сунна объединили все священные тексты, собрали их и уверовали во все Писание целиком. Они поступили подобно тем, которые не повиновались посланникам, мир им и благословение Аллаха, которые уверовали в часть Писания и проявили неверие в другую ее часть. Нет, как же они далеки от этого? Они уверовали во все Писание целиком и вошли в ислам полностью. И следствием этого стала их приверженность середине. Они стали ахлю львасад. Они стали занимать серединное положение среди остальных групп. Второе заключается в том, что ахлю сунна последовали путем сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, таби'инов и их последователей, которые являются лучшими из этой уммы и самыми близкими к правильному и к истине. И следствием этого стало то, что они стали придерживаться середины. Знай же, о брат, что приверженность середине – это результат, а не сама цель. То есть твоя цель не в том, чтобы ты занимал положение между двумя, чтобы ты описывал себя как придерживающегося середины. Нет, дело обстоит не так. Приверженность середине – это результат и состояние, которое ты достигнешь, если ты будешь придерживаться Корана и Сунны. А цель в том, чтобы ты следовал Корану и Сунне. И если ты поступаешь таким образом, ты станешь придерживающимся середины, в противовес пониманию некоторых людей относительно серединности, которые полагают, что это то, к осуществлению чего мы должны стремиться. Мол, как только мы видим две стороны, то для того, чтобы быть в середине, мы должны останавливаться между двумя этими сторонами. Дело обстоит не таким образом. Будь вместе с Кораном и Сунной и станешь придерживающимся середины. Следовательно, это плод, результат и состояние того, кто придерживается Корана и Сунны. Это и есть суть истинной срединности. Аль-Васатия. Автор, рахимахуллах, привел пример того, что ахлю сунна валь-джама'а занимают срединное положение между группами, впавшими в крайности, и, несомненно, ахлю сунна находится на этом. Середина – это благо и справедливость. Как сказал поэт, ни в чем не прибегай к чрезмерности, а будь умеренным, поскольку обе крайности порицаемы. Лучше всего середина, а любовь к крайностям – это грех. Ахлю сунна – это середина в большинстве вопросов Агиды, между двумя противоположными сторонами. Одна сторона проявляет чрезмерность, вторая сторона проявляет черствость, одна сторона описывается излишеством, а другая сторона описывается послаблением. А ахлю сунна валь-джама'а, Аллах, причист он и возвышен, защитил от этого, потому что они объединили священные тексты, собрали их, приняли их все и освободились от этой болезни. Мы просим Аллаха защитить нас от оставления беспомощи. В вопросе сифатов есть позиция середины между приверженцами-муаппиритами-джахмитами и между мушаббихитами. Джахмиты – это термин, используемый в общей форме и используемый в конкретных случаях. Джахмиты берут свое начало от Джахма ибн Сафуана. Это человек, который сдох примерно в 128 году по хиджри. Я не знаю никого, причисленного к этой умме, кто бы оказал влияние на эту умму, подобно ему. Я не знаю никого, кто оказал на эту умму такое же влияние, как этот человек. Он оказал очень плохое влияние в вопросах сифатов, в вопросах предопределения, в вопросах имана. Он несет в себе грех великого раскола, великого заблуждения, которое он внедрил в ряды мусульман, к великому сожалению. Он являлся призывающим к заблуждению, хотя это и не он вел эти слова в вопросе сифатов, то есть таатиль, отрицание. Его предшественником в этом был его шейх Джаад, который скончался до него в 118 году. Однако именно Джахм ибн Сафхуан понес знамя этого призыва. У него был интерес призывать людей к заблуждению, да упасет нас Аллах. И плодом этого стали эти гнусные слова, а именно отрицание сифатов Аллаха, причист он и возвышен. И если приводить термин Джахмия, в общем, он охватывает всех муаттэлитов. Все муаттэлиты во всех их видов и степенях называются Джахмитами. Отсылая к предводителю таатиля, который ввел это нововведение в исламской уме. Термин Джахмиты также применяется в частности к той группе, которые особо последовали за словами Джахма ибн Сафхуана, в отличие от тех других групп, которые противоречат с этой группой в некоторых высказываниях. Автор же подразумевает здесь первый вариант. Он сказал, между приверженцами таатиля из Джахмитов. Слово Джахмиты выполняет здесь функцию разъяснения того, какие приверженцы таатиля имеются в виду. Это те, которые отрицают сифаты Аллаха, причист он и возвышен, как уже было разъяснено. Противоположностью их являются приверженцы тамфиля из мушаббегитов, которых также называют мушаббегитами, которых также называют мумафилитами. Вслед за ними также идут и мукаефиты, все они из одной повозки. Эти люди уподобили сифаты Аллаха, причист он и возвышен, сифатом творений. А другие стали отрицать сифаты Аллаха, причист он и возвышен. Ахалю сунна же заняли положение середины между ними, сказав, «Нет ничего подобного ему, он слышащий и видящий». Читай дальше.